Федеральная трасса Скандинавия обеспечивает автомобильное сообщение между Финляндией и Россией. Это одна из самых загруженных магистралей в стране и одна из самых опасных. Здесь то и дело случается серьезные аварии. Начинается трасса Скандинавия от границы между Петербургом и Ленобластью и далее, пройдя через Корейский перешей, достигает границы с соседней Финляндией. В сутки по трассе Скандинавия проезжает около 35 тысяч автомобилей, а в выходные дни транспортный поток увеличивается примерно на 40%. Несмотря на загруженность дороги и ее федеральный статус, она имеет лишь по одной полосе для движения в каждую сторону. Кроме того, трасса не освещена и на ней отсутствуют барьеры, разделяющие потоки движения. Для приведения трассы Скандинавия к нормативному уровню, соответствующему международным стандартам, необходимо осуществить ее реконструкцию. Для этого магистраль уже включена в федеральную целевую программу развития транспортной системы России, предусматривающую ее поэтапное переустройство. И есть решение Минтранса, которое в том числе губернатор пробил, когда договаривался с ними совместно о том, что невозможно уже в том виде, в котором есть, Скандинавию эксплуатировать. И выделены деньги на первые 50 километров строительства шестиполосной дороги, нормальной, приличной, универсальной дороги. 50 километров, упомянутых губернатором, это первые два этапа реконструкции дороги. Всего же их будет пять. Проект предусматривает расширение Скандинавии до шести полос по три в каждую сторону с устройством центральной разделительной полосы. Также планируется установить освещение на всем протяжении дороги. Первый этап, предусматривающий реконструкцию Скандинавии от 47 по 65 километр, от границы Сестрорецком до деревни Огоньки, должен стартовать уже в текущем году. Сдать в эксплуатацию этот участок магистрали планируют в 2018 году. Полностью открыть обновленную Скандинавию планируется к 2022 году. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает такие сроки неудовлетворительными, и что привести трассу в порядок необходимо более оперативно. Глава региона предложил путь решения проблемы. Как можно сделать дорогу нормальной? Привлечь частные деньги через государство-частное партнерство. Но частник не даст просто так деньги, потому что он хочет, чтобы эти деньги ему вернули. Таким образом, по мнению губернатора, единственным способом привести трассу Скандинавия в порядок является взимание платы за проезд по ней. Причем я не говорю вся Скандинавия, хотя бы часть Скандинавии, самые опасные участки, которые не ждут. Уже сегодня нужно делать шестиполосными и делать их платными. Правда, эксперты считают такое решение не вполне справедливым. По мнению председателя автоклуба А24 Дениса Шубина, автолюбители и так оплачивают транспортный налог, который должен расходоваться на строительство и реконструкцию дорог. Оплату можно взимать лишь с больших грузов. Я думаю, что справедливое будет решение, что платная она будет для грузового транспорта, а для искового она останется бесплатной. Потому что основная эксплуатационная нагрузка, и то из Скандинавии, в которую она сейчас пришла, это 80% работы самосвалов. Кроме того, у автомобилистов должен быть выбор, по какой трассе ехать, платный или бесплатный. И в качестве альтернативы могут выступать две дороги, это Выборгское или Приморское шоссе. Для кого транспорта они пригодны и сейчас, в большей части, надо сказать, грузное, вот старое Выборгское привели в более-менее в Божийский вид. Есть, конечно, участки развитые, но они сейчас незначительные. Если Выборгское шоссе в целом находится в нормальном состоянии, то Приморское шоссе все-таки требует ремонта. Правда, губернатор Ленобласти подчеркнул, что введение платы за проезд по Скандинавии может стать возможным лишь при условии приведения всех альтернативных дорог в порядок. Екатерина Семченко, Роман Рожков и Дмитрий Моглаков, БНТВ. Редактор субтитров А.Семкин